В этом уроке вы научитесь создавать геометрические модели в программе «Живая геометрия». Программа находится в открытом доступе, поэтому вам достаточно скачать ее и открыть. Для начала познакомимся с панелью инструментов программы. Инструмент «Стрелка». С его помощью можно выделять объекты, перемещать и выполнять другие виды манипулирования. Точка. Назначение инструмента очевидно. Мы можем вставить точки. Выберем инструмент «Стрелка» и выделим точки, параметры которых мы можем изменить. Изменим цвет. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по нужным точкам и выбираем цвет. Следующий инструмент «Циркуль» позволяет создавать окружности. В качестве центра окружности мы можем использовать уже существующую точку. «Линейка». Инструмент для создания лучей, отрезков, прямых. Выберем инструмент «Отрезок». В качестве концов также могут использоваться уже существующие точки. Для того, чтобы выделить точку пересечения каких-то объектов, мы можем выбрать стрелку и нажать на точку пересечения. Таким образом, она отобразилась на рисунке. Инструмент «Текст». Мы можем создавать отдельные записи. Изменять стиль текста. Также с помощью этого инструмента мы можем называть точки и объекты. Также в программе существует возможность создания нового инструмента. Но с этим мы познакомимся чуть позже. Мы можем создать как новый документ, так и открыть новую страницу в уже существующем. Для того, чтобы создать новую страницу, мы выбираем в меню «Файл» «Настройки документа», «Добавить страницу», «Чистая страница». Готово. Теперь мы можем переключаться между страницами документа. Создадим треугольник с помощью линейки. Обозначим вершины. Для этого с помощью текста отмечаем вершины. Если нас не устраивает наименование точек, мы можем использовать свои названия. Для этого нажимаем на вершину правой кнопкой мыши. Выбираем «Переименовать точку». Например, если мы хотим с помощью индексов обозначить вершины А1, А2, А3. Для этого мы набираем «А», нажимаем «Квадратные скобки» и в квадратных скобках указываем индекс. Получили А1, А2 и А3. Для того, чтобы закрасить внутреннюю область данного треугольника, мы выбираем вершины треугольника, нажимаем «Построение» в меню и выбираем «Внутреннюю область». Как построить прямоугольный треугольник? Для этого мы создаем одну сторону этого треугольника, стрелкой указываем отрезок и вершину, точку, которую мы собираемся проводить в перпендикулярную сторону. «Построение» выбираем «Перпендикулярная прямая» построена. Теперь выбираем отрезок. Отмечаем его на перпендикулярной прямой. Мы можем сделать прямую пунктирной, например, однако просто удалить ее не получится. Смотрите, если мы нажмем на кнопку «Делит», то у нас удалится весь отрезок. Секрет вот в чем. Так как для нашего отрезка предком была прямая, то если мы удаляем предок, то удаляется и вся сторона. Смотрите, мы можем нажать «Свойства» и посмотреть, какие предки были у объекта. Для того, чтобы скрыть эту прямую, мы выбираем «Спрятать перпендикуляр» в меню «Вид» и достраиваем третью сторону. Изменим стиль линии. Если мы хотим, чтобы у нас был готовый инструмент для создания прямоугольных треугольников, мы выделяем весь треугольник. Заходим во вкладку «Создать новый инструмент». «Прямоугольный треугольник» назовем его. Готово. Теперь выберем этот инструмент. Таким образом мы можем прямоугольные треугольники создавать. «Создадим новую страницу в документе». «Настройки документа», «Добавить страницу», «Чистая страница», «Готово». «Как создать равносторонний треугольник». Для этого мы начинаем с построения отрезка. Начертим окружности, центрами которых будут являться концы отрезка, а радиусами длина этого отрезка. Отмечаем точку пересечения окружностей. Скрываем окружность. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем на окружность «Прятать окружность». Проводим оставшиеся стороны. Снова создадим инструмент «Равносторонний треугольник». Выбираем созданный инструмент. Еще одна возможность программы – это выполнение измерений. Начнем с измерения длины отрезков. Для этого нам нужно выделить вершины отрезка, между которыми мы хотим измерить расстояние. Выбираем «Измерение», «Расстояние». И теперь видим, отрезок АВ равен 4,21 см. Для того, чтобы измерить угол, мы выделяем три вершины угла. Будем измерять угол ВА. В данном случае, наверное, С у нас там будет. Измерение угол 60 градусов, что очевидно для равностороннего треугольника. Так же, как и в программе, например, Геогебра, в живой геометрии можно создавать графики. Откроем новую страницу. Выбираем вкладку «Графики». Построить график функции. Зададим график функции, например, х в квадрате. Готово. С этой функцией вы можете познакомиться подробнее самостоятельно. И на этом урок, посвященный живой геометрии, окончен. Субтитры сделал DimaTorzok